Всем приветы, так как я перебрал почти весь ширпотреб, который нашел на Али, то все чаще появляются у меня термопасты, которые стоят очень дорого. Если вдуматься, 4-5 за грамм, это 4500 долларов за КГ. Запрещенные вещества, наверное, не каждое столько стоят. Но речь не о них сейчас. Сегодня попробуем очередную топовую пасту. Встречаем, термопаста ЭКФ-14, ЭКФ-X. Погнали. Отступление, редакция от 11.03.20.1. Зачем все эти тесты и эксперименты, если в этом мире уже есть МХ-4 и ЭКТ-8? А затем, что интересно и хочется рассказать людям. А еще без тестов, обзоров и экспериментов, многие из тех, кто спрашивает зачем. И не узнали бы, что уже есть. 2. Не забывайте, что каждый тест индивидуален, разные кулеры, разные крышки процелов. У меня вот такие результаты, у вас на таком же железе будут другие, так как неровность поверхности не одинакова, звезды и Луна не в той фазе и так далее. 3. Насчет того, что я тестирую слишком по-простому, по-домашнему, то есть, нет контроля слоя термопасты, нет контроля количества термопасты, нет внешнего, термопары, контроля температуры и прочих чересчур правильных условий, вещей. Допустим, при соблюдении всех этих требований, мы получим результат, что паста Хай-710 из аутсайдера, превратится в топ, и что дальше? 4. Зачем это бесполезное знание, которое никто не сможет применить? Откроет Васе интернет, которому надо поменять пасту, увидит, что Хай-710 круче МХ-4 и стоит копейки, еще рядом будет инструкция о 40 пунктах, и чтобы добиться таких результатов, ему обязательно нужно их все соблюсти, иначе каюк. И скажет Вася да ну вас нафиг, возьму ГД-900 капну немного, прижму и буду счастлив, потому что Вася дома и сможет повторить мой домашний опыт. Но это не значит, что я не согласен с теми, кто говорит, что надо то, то, то. Мы тут в домашней уютной обстановке и проводить будем тест, по-домашнему. В нашем распоряжении поддерживать температуру окружающей среды, одинаковый стенд и метод теста, это 90% правильности. 4. Почему не взять нагреватель с заданной мощностью и не греть им? Потому что у меня есть почти халявный стенд, да и он является компьютером. И так как я тестирую пасту, которую буду использовать в компьютерах, на них я и буду тестировать. И нет, это не основной мой компьютер, я не разбираю его каждый раз, это именно стенд, ждущий своей работы, максимум это скинуть кулер и накинуть снова. 5. Где паста любой известный, популярный бренд? Мне интересно попробовать и рассказать про неизвестную пасту, тестов и обзоров популярных паст, и так как грязи и мое дополнение будет каплей в море. У меня в тесте есть результаты народной 1014, благодаря ей можно примерно понять производительность паст Ноктаа, Джелит и другие. Так что извините, я перебираю гамм на лопатой, ищу в нем алмаза. Со временем буду добавлять известные пасты, но приоритет останется за китайскими и особенно на неймом. 6. Тест в лоб. А если конкретно нанесли пасту и протестировал может не нравиться многим, так как они знают, что со временем, термопаста меняется в том плане, что эффективность ее раскрывается или наоборот ухудшается. Но чтобы протестировать термопасту в одинаковых условиях, нужны одинаковые стенды и хотя бы 3-6 месяцев. А термопаст у меня уже более 40. Я охренею или от покупки стендов, или от счета за электроэнергию. Так что, вот так вот. 7. Если есть на руках паста, которую хотелось бы добавить в список, то 1. Желательно название пасты, хоть какой-нибудь артику, и желательно производителя или производителя, от которого она к вам попала. 2. Откуда она к вам попала, со светодиодами, в сервис поступила, еще откуда-то. 3. Пересылка, возможно, проспект, СДЭК, ПЭК, деловые линии, различные постаматы, например, Пикпойнт, если пересылка не более 600 рублей, готов оплатить половину, до 300 рублей. Живу в России, в городе Липецк. Еще можно попробовать в почтовом конверте переслать, надо всего-то около грамма. Вроде был обзор перца, присланного из США за копейки, ибо переслан письмом. 8. Обзор, не призыв покупать. Это всего лишь информация, которую можно использовать, и не обязательно покупать именно там, где купил я, некоторые пасты прекрасно продаются и в оффлайне, иногда недорого. Просто используйте полученную информацию. Небольшие рекомендации, редакция от 08.02.2020. PS это все мое видение и опыт. Вы можете быть в корне не согласны и думать иначе, хотя тут базовые вещи, они простые и понятные. 1. Слой пасты должен быть небольшим, я бы даже сказал обязан. Обычно хватает капли пасты с чечевицу, примерно половина горошины или примерно два зернышка гречки. 2. Если паста достаточно жидкая, например как ГД-900 или 1010-4, то достаточно прижать хорошо радиатор, если есть возможность чуть прокрутить его по и против часовой стрелки и затянуть его. Если паста густая, то можно попробовать размазать ее, либо подготовленный объем пасты немного растянуть и также прижать с кручением, как в случае с жидкой пастой. Но в любом случае, пункт 1 должен выполняться. 3. Если паста качественная, проверенная или из надежного источника, поставщика, то менять пасту скорее всего даже не придется от 4 до 10 лет, кроме особых случаев, смена кулера, процессора, материнской платы. Жесткие условия тоже можно отнести к особым случаям, такие как перепады температур, влажность, выбрации, частые переезды, переносы, тут только мониторить состояние. После смены термопасты замерьте температуру процессора под нагрузкой и окружающей среды, а то некоторые паникуют, что паста перестала работать, а оказалось, замеры были сделаны при плюс 21, а второй раз плюс 28. Вроде простая вещь, а некоторые забывают. 4. Иногда спрашивают, какую термопасту взять для ноутбука. По сути, лучшую. Но цена может быть неадекватной. Суть проблемы компактной системы. Ноутбуки, моноблоки, стики, нетопы и прочие небольшие ПК, как раз в компактности. В тесном пространстве проблематично сделать громоздкую эффективную систему охлаждения, поэтому делают что могут, а еще кроме всего прочего экономят на каждом грамме алюминия и меди. Зачастую новые ноутбуки уже подкипают. Только некоторые шумят и дуют горячим воздухом, а другие кипят, шумят и дуют еле теплым. В первом случае сработает просто на пределе, и не справляется сам радиатор. Тут хорошая термопаста, если и поможет, то немного, пластин радиатору это не добавит. Во втором случае, если используется некачественная паста, мы исправим это. Если паста хорошая, прижим нормальный, ноут кипит, то это ошибка производителя, которые не исключены. При проектировании бывают ошибки и иногда производители не признают их. А температура в том же ноутбуке влияет минимум на две пункта. Шум. Возле пылесоса банально неприятно работать, особенно когда он то понизит обороты, то повысит. Голова пухнет через час работы. Зато какое блаженство, когда выключаем этот шумящий агрегат. Производительность. Процессоры давно научились повышать частоту, при необходимости, если есть такая возможность и условия, а сбрасывать частоту и пропускать такты для остывания научились еще раньше. Так что кипящий ноутбук, возможно, никогда не даст поработать процессору на турбочастоте, и, возможно, будет вынуждать его замедляться. Про нагрев накопителя и других компонентов можно и не упоминать. Так что лучше использовать термоинтерфейс покачественнее и эффективнее, даже если у вас тихий, прохладный и мощный ноутбук. Шпатлевка перечеркнет это все разом. Я бы брал любую термопасту, которая остудила процессор до 49 градусов и меньше. 5. При чистке радиаторов, старайтесь меньше воздействовать на сам радиатор, не шатайте, не стучите по нему, не давите сильно, меньше будет шансов потревожить слой пасты и меньше шансов получить воздух в прослойке. Как и предыдущая паста ЭКФ-12ИВА, это к нам ехало 12 дней. Внутри почтового пакета была термопаста, которая находилась в своем фирменном красивом пакете. Только пакет этот теперь агрессивного красного цвета. Информация также имеется с обратной стороны. То есть, упаковка у нас очень хорошая и качественная. Внутри набор такой же, как и в прошлый раз. Лопатка. Спиртовые салфетки и термопаста. Сам шприц имеет не красную этикетку, а розовую. Но цвет пасты у нас стандартный, серый. Если кто не в курсе, розовая термопаста у меня тоже была. То есть, у нас тут ничего нового. Серая паста более густая, чем ГД-900 или 1010-4. Подогрев прям вот желателен. Удаляется она легко. Характеристики, заявленная теплопроводность. Тест проходил на процессоре AMD FENOM 2104955-3. 2 ГЗ-125W стюпинг с 3, разогнанного до 3,8 ГГЦ. Грел с помощью АИД-64, стресс в по 45 минут, ибо он сильнее всего греет камень. Кулер залманка БСП-10 по форму. Стенд открытый. Материнка на столе, соответственно кулеры в вертикальном положении. Блок питания отведен, чтобы не мешать своим вентилям. Регулировку оборотов решил убрать. Стресс тесте все равно выйдут на максимальные обороты. Метод нанесения, капля, прикладываю кулер с прижимом, кручу на месте немного и цепляю скобу, затягиваю винты. Каждая смена кулера, нанесение новой пасты, после чистки ватными дисками и обезжиривания нефрасом с 2,80-120 калошей, галошей. Температура воздуха в помещении 23. 5, если не указано иное, в ходе тестирования, двери и окна закрыты от сквозняков. Термометр стоит перед кулером. Почему EIDA64, Anilin X, Prime 95, Oct и так далее? Конкретно на этом процессоре, конкретно на этом тестовом стенде, конкретно на этом Leaf CD греет EIDA лучше. Грел от 10 минут, температура выходила почти на свой максимум. Был бы у меня современный камень или например Intel хотя бы 3, пятилетний вопросов бы не было. Особенно если бы была поддержка AVG2, а пока так. Скрины, скрины. AIDA-64 стресс КПА, AIDA-64 стресс к патче, AIDA-64 стресс к патче, AIDA-64 стресс к шей, AIDA-64 стресс в патче, AIDA-64 стресс в патче, AIDA-64 стресс в па, одна минута, AIDA-64 стресс в па, 12 минут, Prime 95, Links 15 минут, другой день тестирования, AIDA-64 стресс в па, 45 минут, Octührt Sakut GREAT, сильно разогрел, результаты, цена за грамм в крупной таре, если есть, знак доллара. Итог, паста топовая по всем направлениям, цена, характеристики, эффективность, упаковка. Разве что комплектация бедновато, но цена бы была наверное еще на 30% выше. В общем паст, которые мне надо будет протестировать еще раз становится все больше и больше и фронт работы растет. А значит терпеть вам меня придется долго. Сама по себе паста хороша, но дорога решать вам. Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю. Список обзоров термопаст, хронологический порядок. Ниже, обзор новее. ГД 900, тесты методов нанесения. ГД 900, 1, прогрев тест ГД 900. ГД 007, тест временем ГД 900. Хай 510, Хай 410, Эйрокулбарав, Хай 880, Эйрокулбарав Фест Писи Кула GT1, Шинетсу 7783, Писи Кула GT2, Хай 710, Хай 810, Термалрик ТСФСФ, М чистый галлий. Доктест Термалрик ТСФСФ. ГД 900 в разной таре от разных магазинов. ГД 100, ГД 220, ГД 280, ГД 450, ГД 380, ГД 460, ДДЖ 102, ХК 151, ПИК Хит Синк 1, 22W, МК, ГД 66, ЭД G 260, ХВ 100, Писи Кула А1, ЭДЖ G 190, АВ А1, 17W МК, Огненная стрела, Ракета 5, 93W МК, ЭД ГД 660, Хай 420, ЭК Ф 12, Старс 700, ХВ 100 ВЭД, ЭТ ВТ 160, Хай А8, ХК 131, Дж Дж 2042, ОАЙ, Арктик Кулин 1014, 2019 Эдишн, Хай А9, Хай 883, Хай Т1, ГД 32, Хай Пи 11, ЭТСФ 760, Хай Пи 13, Хай 530, Пай Тью 746, ЗК Ти 001, ХК Тангенс 150, Арктик Кулин 1010, 2 2019 Эдишн, Рибан, Писи Кула А3, Хатик Си, Джейк Меджи МСВ 02, ЭК Т8 Коннекта, Кафатер Кей 5211, Ай Го ПРО Гейминг, КМ 850, ТХАС 12, Танбаш 1010 4G 900, С6, Ай Го ПРО, Ай Го ЗР 09, Ай Го ПРО 11, Ай Го ПРО 13, ЭК Ф 12 ИВА, ЭК Ф 14, ЭК ФЭКС, Список обзоров термопаст, порядок по эффективности, выше, лучше, им чистый галей, ДОП ТЕСТ ТЕРМАУРИКТ ТСФСФ, ЭК Ф 14, ЭК Ф ЭКС, Ай ГО ПРО 13, С6, Хай Пи 13, ТЕРМАУРИКТ ТСФСФ, Арктик Кулин 1010 2 2019 Эдишн, Арктик Кулин 1010 4 2019 Эдишн, ГОДА 007, ТЕСТ ВРЕМЕНЕМ ГОДА 900, Джейк Меджи МСВ 02, Писи Кула А1, Ай ГО ПРО Гейминг, ЭК Ф 12 ИВА, Ай ГО ПРО 11, Хай Пи 11, Хай 883, ЭК Ф 12, ГД 900, 1, ПРОГРЕФ ТЕСТ ГД 900, ХАЯ 9, ХАЯ 8, ТХАС 12, ОГНЕННАЯ СТРЕЛА, РАКЕТА 5, 93 WMK, ГД 900 В РАЗНОЙ ТАРЕ ОТ РАЗНЫХ МАГАЗИНОВ, ГД 900, ТЕСТЫ МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ, ПИСИ КУЛОДЖИТИ 2, АЙ ГО ПРО, ХК ТАНГЕНС 150, ХАЙ 530 ПАЙ, ХАЙ ТИ 1, ШИНАТСУ 7783, КМА 850, ЭКТ 8 КОННЕКТО, РИБН, ПИК ХИТ СИНК 1, 22 WMK, ХАЙ 810, ХАЙ 510, ГД 100, ХАЙ 410, ХАЙ 420, ГД 32, СТАРС 700, ХК 131, ХК 151, ГД 380, ГД 220, ТАНБАШ 1010 4, ГД 900, ЗК ТИ 001, ХВ 100 ВЭТ, АВА 1, 17 WMK, ГД 66, ИДЖДЖИ 190, ГД 450, ГД 280, АЙ ГО ЗР 09, КАФАТЕР КИ 5211, ДДЖЕ 102, ДжЭДЖЕ 2042 ОАЙ, ЭТВТ 160, ПИСИ КУЛОДЖИТИ 1, ЭЙРОКУЛ БАРАФ ФС ЭЙРОКУЛ БАРАФ, ХАЙ 880, ТЮ 746, ЭТСР 760, ЭТГД 660, ИДЖДАБЛ Ю 100, ГД 460, ХАТИКСИ, ПИСИ КУЛО И3, ЭТЖИ 260, ХАЙ 710, Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий, все ссылки в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok